Как обычный человек становится настоящим героем? Что вдохновляет его на бескорыстные и смелые поступки? Как самому стать решительным и отважным? Эти вопросы заявлены как основа во всероссийской патриотической акции «Знание герой». В гимназии номер два ученики пообщались с нашим земляком. Героем России, летчиком-испытателем, заместителем, председателем Совета депутатов Щелкова, полковником Анатолием Андроновым. Биография героя увлекла школьников с первых слов. Рассказал Анатолий Васильевич о своих школьных годах, периоде армейской службы, учебе в Балашовском военно-авиационном училище, после службы в авиаполку обеспечения Центра подготовки летчиков-испытателей в Ахтубинске. С 1980 года он был летчиком-испытателем ГК НИИ ВВС. Испытывал большое количество тяжелой авиатехники, в том числе военно-транспортных самолетов «Руслан», «Мария», «Скальпель». За время своей летно-испытательной деятельности Анатолий Андронов совершил 1478 полетов, освоил более чем 40 разновидностей вертолетов и самолетов, установил 7 мировых и 10 всесоюзных авиационных рекордов на «Руслане», испытывал авиатехнику во время боев в Афганистане, участвовал в антарктических экспедициях. Указом президента Российской Федерации от 16 января 1998 года за мужество и героизм, проявленные при испытаниях новой авиационной техники, полковник Анатолий Андронов был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая звезда». Анатолий Андронов – яркий пример для подрастающего поколения. Среди вопросов об испытаниях самолетов, которые ребята, конечно же, не могли не задать, прозвучал и вопрос о необходимых качествах для такой ответственной службы. Одно из основных качеств – это должна быть абсолютная психологическая устойчивость. Что это такое? Страх – это нормальная реакция организма человеческого на какую-то неожиданность, сопряженную с неизведанным, с чем-то таким, что вызывает реакцию организма немедленно, какого-то действия надо. И поэтому человек, который воспринимает страх и цепенеет от наличия вот этого фактора, его вызвавшее, он в летчике не должен идти. Почему? Потому что он не способен действовать, он не способен принимать решения. Во второй гимназии, как и в других школах округа, встречи с интересными людьми и профессионалами в своем деле, героями, проводят регулярно. Ведь подросткам весьма скоро придется шагнуть во взрослую жизнь, выбрать свою профессию. А что может помочь в этом лучше, чем живой пример-ориентир? На этот раз, возможно, кто-то из ребят взял за основу пример героя авиации Анатолия Андронова. С удовольствием его слушали, они давно знали о нем, и, конечно, им хотелось очень сегодня с ним встретиться. И вот встреча состоялась, очень плодотворная, очень интересная. И я думаю, что дети будут довольны. Ну, общение с молодежью – это знать их потребности и стараться их выполнить. Причем в масштабе не только муниципалитета, а государства. Это как раз залог того самого обоюда взаимоуважения, любви и предности, когда о тебе заботятся, и ты, соответственно, в дар своего, так сказать, отношения проявляешь чувства, соответствующие патриотизму, готовности вплоть до самопожертвования идти на защиту. Потому что искусно это не воспитать.